Итак, всем привет дорогие друзья! Ой, Рошан меня лупит, видимо не зря, потому что Алхимик, думаю, ведет нечестную игру. И сегодня будет видео про то, как, собственно, у союзника, который нихрена в бою не делает, забрать Аегис. Легально, без скачиваний и без смс. Итак, представим то, что Алхимик это такой, ну, союзник, тиммейт. Ну, вообще, ни рыба, ни мясо, фармится, фидит, ничего не умеет, но он пошел забирать Рошана. Когда он идет забирать Рошана, в это время мы, естественно, должны все время палить сюда и, более того, помогать ему забирать Рошана. Но не принимать урон на себя, потому что Рошан может дать микростан, да и для собственной безопасности, собственно. Итак, как только Алхимик идет забирать Рошана, нам необходимо, собственно, перекрыть ему слоты. Ну, как только вот будет у Рошана 200 хп, мы перекрываем Алхимику слоты. Для чего? Для того, чтобы он не взял эту Аегу. К примеру, Алхимик забирает Рошана, мы как-то всячески ему помогаем, но, собственно, удары на себя не принимаем, потому что может быть микростан, и наш план сорвется. Вот, к примеру, Алхимик забирает Рошан перед этим, как у Рошана, там остается 300 хп, 400 хп, 500 хп, в принципе, все зависит от того, сколько Алхимик наносит ему урона, ну, в секунду. То есть, если это довольно-таки мощный Алхимик, там у него есть какой-то дизелятор, но, в принципе, он пройдет бы замес, и вы его ненавидите, то вы передаете ему ненужную вам вещь, то ли это будет ТП, то ли это будет Вард, то ли это будет Ирон Брэнч. Ну, естественно, Ирон Брэнч вы навряд ли с собой будете носить, поэтому передаете ТП. Это, ну, зачастую игроки ТП носят, и поэтому ничто нам не остается, как передавать ТП. Варды носят саппорты, поэтому забирать Аегу тут, ну, конечно же, глупо. И что? Алхимик, как только Рошан, у Рошана 100 хп остается, повторюсь, он умирает, оставляет Аегу, Алхимик, хоп, за Аегу. Ага, не могу, не могу, не могу взять. И в это время вы, естественно, берете Аегу, потому что она вам нужнее, и вы, естественно, все в замесе делаете, вы справляетесь в замесе, то есть вам нужно, это ваши тиммейты потеют, в то время как какие-то алхимики там идут, забирают Рошана и думают, все, сейчас я выйду, и такие дела. Я крайне не рекомендую это делать. Почему? Потому что действительно в это время может ваш союзник очень сильно обидеться и действительно пойти пофидить. Но, с другой стороны, если вы уверены, что на вашей стороне победа без вот этого персонажа, фидящего, к примеру, игрока, да, то вы действительно можете попытать удачу, и, естественно, она будет на вашей стороне, и таким образом забрать, собственно, Аегу. Это, хочу подчеркнуть, работает в том случае, если Алхимик пошел сам забирать Рошана, ну, или даже не Алхимик, персонаж Икс, которого ненавидит, ненавидит ваша тима, пошел забирать Рошана. В это время вы подбегаете, у Рошана союз 300 хп, вы отдаете ему тп, забиваете слот, может еще что-то отдадите, может у него всего 4 слота, еще отдаете двое, 6 слотов забиты, и таким образом вы забираете Аегу. Ничего сложного здесь нет, в общем-то, пользуйтесь, с вами был Игорь Диамор, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока-пока.